Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и мы продолжаем говорить о воспитании и дисциплинировании детей. Сегодня я хочу поговорить о одном из самых распространенных слов в родительском лексиконе. Это слово «нет». Мы говорим это слово по любому поводу. Что бы ребенок не спросил, на всякий случай мы скажем «нет». Я хочу вам сказать одно очень важное правило, которое предотвратит многие протестные вещи в жизни ребенка. Говорите «нет» только тогда, когда это действительно необходимо. Зачастую «нет» это значит «отстань». Зачастую, когда мы говорим «нет», мы просто не хотим напрягаться, вставать с дивана, делать какие-то другие вещи. Представим себе простую ситуацию. Наш ребенок, которому 3 года, подходит к вам, когда вы смотрите какую-то программу или фильм, говорит «папа, можно я посижу в ванной и поиграю в кораблики?» Ты говоришь «нет». Почему? Потому что ты не можешь отпустить ребенка в ванну одного в трехлетнем возрасте. Тебе нужно выключить фильм, набрать ванну, помыв ее предварительно, прийти, сесть рядом и как минимум поприсутствовать, ну как максимум поиграть вместе с ребенком. А тебе не хочется, и поэтому ты говоришь «нет». Слово «нет» оно не просто является негативным, слово «нет» является барьерным словом. Оно говорит, что если я говорю «нет», а ты не слушаешь, то в обязательном порядке последует реакция. Реакция будет очень нехорошей. Но когда ты говоришь «нет», ребенок приступает «это нет», и ты не реагируешь, ты опять же воспитываешь человека без нравственного компаса. Поэтому, когда ты говоришь «нет», первое, тебе в обязательном порядке необходимо реагировать на нарушение этого запрета. Именно поэтому тебе нужно подумать 10 раз перед тем, как это сказать. Это действительно необходимо запретить или это можно избежать? Может быть, стоит отпустить ребенка прогуляться с друзьями? Может быть, не стоит запрещать все подряд только потому, что тебе не хочется напрягаться? Может быть, тебе не стоит запрещать все подряд только потому, что тебе не хочется беспокоиться? И так далее. Поэтому, если вы хотите, чтобы дисциплина была действительно созидающая, всегда думайте перед тем, как говорить «нет». Когда мы с вами говорим о слове «да», к нему нужно относиться с той же трепетностью, как и к слову «нет». Потому что, говоря «да», вы даете определенную свободу, и вы будете нести за это ответственность. Но, поскольку мы это слово говорим достаточно редко и чаще всего обдумав, оно не настолько актуально. Тем не менее, и «да», и «нет» требует глубокой, глубокой, продуманной позиции. Если вы не будете думать перед тем, как произносить эти слова, последствия, они могут быть достаточно неприятными.